Виталий, приветствую тебя! В начале очередной недели мы с тобой традиционно открываем совместным анализом пятидневку. Сегодня, безусловно, нужно будет оценить актуальный новостной фон, посмотреть за самым интересным, что есть в моменте. С меня фундамент, с тебя техника, ну, в общем, программа неизменная, как всегда. У нас с тобой с некоторых пор довольно интересная традиция, когда мы с тобой в общих чертах говорим о том, что в центре внимания трейдеров. Вот Фанда, мы с тобой не раз обсуждали ситуацию по макроэкономической статистике, мы с тобой много раз говорили про выборы, строили прогнозы. Мне это нравится очень. Мне приятно поговорить с человеком, который разбирается в финансовых рынках. Ты знаешь, сегодня я очень хочу спросить, не знаю, поучаствовал ты вот или, ну, хотя бы в порядке такого праздного интереса в ралли, которое было с акциями GameStop. Это вот тема номер один, номер два, номер три, про темы конца прошлой недели, о том, что сообщество трейдеров, которые устраивают спекулятивную атаку на какой-то инструмент и за счет вот колоссальных вливаний, которые делаются, ну, совместными усилиями, провоцируется такой мощный рост. Ты относишься к этому нормально или считаешь, что это признак того, что, ну, рынок перестал быть нормальным и, может быть, это демонстрация, опять же, этим сообществом трейдеров, что в ненормальных условиях на рынках можно работать только вот таким образом. Как ты относишься к таким вот взрывным ростам вообще? Итак, приветствую всех. Ну, очень-очень интересно, интересный у меня получится ответ, скажем, почему. Потому что вот прямо перед вебинаром вот у меня было свободных там 10 минут и я, скажем, просматривал YouTube, да, и попал, скажем, на анализ вот этой всей ситуации с точки зрения вот реального человека, который разбирается. Потому что, ну, первое, отвечу на вопрос, то, что я не участвовал в покупке этих акций. И второе, самое интересное будет в том, что вот за последние несколько дней вот много знакомых аналитиков вот эту информацию репостят, пишут, что там разгоняют. Плюс даже вчера было с утром, скажем, в свободное время смотрел одного аналитика. Ну, так было нечего делать и так далее, разбирали эту ситуацию. А оказывается, что король-то голый, да, что вот все аналитики, ну, как я понял, никто не разобрался в этой теме. Почему? Все указывают на то, что это вот эти трейдеры мелкие с Reddit разогнали эту бумагу. А на самом деле, оказывается, совсем здесь дело в другом. В том, что, первое, еще осенью прошлого года, 20-го года, крупный пакет акций 10 процентов или там чуть меньше. Купил один инвестор, он там имеет там сеть магазинов зоологии или что-то. Ну, зовут его Райан, фамилию не помню. Это можно посмотреть в списке, кто на сегодня является гендиректором. Он является гендиректором. Он купил 10 процентов, вошел в состав совета директоров этой компании GameStop. Потом он разогнал свой портфель где-то, ну, докупился в акции где-то до 13 процентов. На общую сумму он сначала купил там на 75 миллионов долларов. И потом объявил недавно, что он будет развивать эту компанию в цифровой сфере, потому что это была компания, у которых у них были магазины, продавали вот эти все, ну, там, игрушки или что там. Да, видеоигры. Да, видеоигры, да. И он сказал, что мы будем немножко в другой сфере развиваться. И, скажем, вот это он потолкнул, плюс понятно, что у него были свои, скажем, такие инсайды, которые он кому-то рассказывал, и они разгоняли эти акции. Плюс изначально они пошли, скажем, на новостном формате. И второе, то, что они явно это они делали, а как-то запустили информацию, что это все, скажем, эти мелкие трейдеры с 1000 долларов разгоняли от Реддита, скажем. Я пока, скажем, склоняюсь к этой точке зрения. И это обычная ситуация, когда вот так акции делают такой этот корнер по акциям, да. Вот такая вот информация, скажем. Вот это единственное, что я сегодня вот такое изучил интересное. До этого вот все время говорили, ну, вот эти Реддит разгоняют вот эти акции. Как ты на такое смотришь? Слушай, ну, правильно я тебя услышал, что, по твоему мнению, рост капитализации этой компании, это чисто фундаментально обоснованный рост за счет этих стратегий. Да, но фундаментальный. И второй, понятно, что иногда, скажем, кто входит в состав директоров, он стал, этот человек, Райан стал директором. Понятно, что они тоже были заинтересованы в том, что разогнать. Как-то они это разогнали. Как обычно, разгоняют акции, скажем, компании, чтобы, скажем, больше заработать, там, часть скинуть потом, как бы, в каком формате. Слушай, ну, интересная точка зрения. Это, скажем, разобрал один аналитик, он достаточно известный в России, он такой, скажем, он любитель потроллить аналитиков, которые на, скажем таком, на русском пространстве, да, находятся. Очень хорошо разобрал, он там много видосов снимал на эту тему, я их не смотрел, а вот именно сегодня последнюю посмотрел, потому что он там троллил одного аналитика довольно известного и, скажем, профессионально разобрал, скажем, я считаю. Ну, он сам профессионал, в принципе. Слушай, а вот эта вот история покупки огромного количества опционов, страховка со стороны хеджеров, потери там, ну, условно говоря. Ну, это обычная ситуация, скажем, но это не раз случалось, когда акции разгоняют, каким-то чудом это все скинули почему-то на Reddit и на Robingood. Возможно, кому-то эти компании, скажем, не нравятся, эти брокеры на сегодня, потому что уже и ранее Robingoodщиков обвиняли в каких-то таких ситуациях, и их зажимают, скажем, потому что, ну, как-то вот так. Слушай, ну, мне кажется, правду мы, наверное, никогда не узнаем в любом случае. У всех будут свои версии, предположения, и, наверное, кто на что гораст. У кого какая точка зрения и какая высота просмотра того, что происходит. Ну, в общем, нужно, да, иметь свою точку зрения, нужно смотреть, анализировать несколько вводных и приходить к какому-то знаменателю. Я, как бы, нормально отношусь к тому, что происходит с отдельными взятыми активами на финансовых рынках. Я сегодня в своем брифинге это также рассказывал, потому что я к этому привык еще по рынку криптоиндустрии, когда пампят, дампят там разные активы, это нормально. То есть, в любом случае... Да, вот, да. Это нормально. Да, да, вот я помню, вот... Ну, давай, давай. Да, вот я вспомнил, кстати, да, вспомнил по крипте, сказал слово, я помню, вот было время, еще до 2018 года, вот были такие аналитики, в которых были там подписчики по 20, по 30, по 100 тысяч, и они такие выходят, такие умные сидят и такие, вот у меня есть такая интересная инвест-идея вот по этой монетке. И все заходят, покупают, он, понятно, есть, об кого закрыться, потом надо продать, скажем, ну, такие есть, в принципе. Возможно, это правда. Посмотрим. Ну, вот, кстати, в продолжении этой темы считают, что все это трейдерское сообщество навалилось несколько дней назад на Ripple, и до сих пор в нем сидят, то есть, они его пампят. Есть также версия, что следующим их выбором будет серебро, из-за того, что сокращается, в смысле, физическое предложение. Сегодня мы, в принципе... Ну, локально мы видим, потому что серебро растет. Да, серебро... Ну, тоже поговаривали, что и серебро разгоняют, скажем. Да-да-да, вот сейчас как раз 30 долларов за унцию, это максимум, я тебе скажу. Слушай, это максимум с 2013 года. Вот так вот. И, возможно, только начало. То есть, если такая теория вот этого инвесторского, инвесторского, инвесторского заговора, в конце концов, будет иметь место быть, впоследствии, когда станут объяснять происходящее серебро, возможно, котировки уже будут в районе 50 и выше. Ну, ладно, это уже придет время, мы с тобой посмотрим, когда это случится, и всему свое время, короче. Ладно, давай тогда к нашему насущному обзору анализа, который традиционно проводим. С демонстрации экрана сразу я перейду к своему любимому индексу доллара. Так, в моменте у нас 90-50, ранее я комментировал перспективы того, что индекс доллара может очень неплохо просесть по факту заседания Федрезерва. Ну, ожидания не оправдались. У меня было два сценария. Либо мы получим все-таки резкое ослабление, либо ослабление впоследствии будет растянуто, мы продолжим. Я считаю, что даже с учетом того, что первая реакция трейдеров по факту итогов заседания ФРС была связана с укреплением индекса американской валюты, ничего системно в нем не поменялось. Ну, вот, Виталий, не могу я купить индекс доллара, учитывая статистику, учитывая бюджетный стимул, учитывая мягкую риторику американского регулятора, глядя на уровень процентных ставок, понимая, что это тенденция, и этот уровень будет держаться в течение очень длительного периода времени, я просто не могу, как фундаменталист, обосновать возможный рост американского доллара. Ну, разве что доллар – это защитный инструмент, и вся мировая экономика должна накрыться медным тазом, чтобы все снова испугались и пошли в защиту. Ну, как-то вот с натяжкой этот сценарий сейчас выходит на передовую, потому что я остаюсь оптимистом, который считает, что стакан на половину все-таки полон, больше полон, нежели чем плюс. Я верю в вакцинацию, в то, что ковид отступит, и, соответственно, никаких глобальных супер-мега-рисков для того, чтобы можно было рассматривать доллар как защиту, я сейчас не вижу. Поэтому в прошлый раз я рекомендовал ориентироваться на уровень 90-10. Я сегодня продолжу транслировать эти идеи, потому что они в целом даже не оказались в рынке еще с момента последнего выпуска. То есть я также рекомендую следить за снижением американской валюты, только сейчас уже не с уровня 90-10, с уровня 90-30, куда поставить атошку селс-стоп. Стоп-лосс закидываем на уровень 90-90, и тейк-профит ни в чем себе не ограничиваем, скажем так. Ждем в районе 89-ти и ниже. На этой неделе очень много статистики. Кстати, сегодня там несколько индексов по штатам. В среду мы с тобой разберем. То, что произойдет с долларом, я вообще насчитываю на то, что будут появляться снова новости об экономических стимулах, потому что Байден в конце прошлой недели все-таки еще раз обратил внимание, что Конгресс прежде всего сейчас создает трудности не поддержкой вот этого пакета экономических стимулов для экономики, за благополучие которой конгрессмены должны отвечать. Я согласен с Байденом, что сейчас нужно выделять деньги и не думать, в принципе, о последствиях того, что произойдет дальше. О последствиях будем думать уже к концу 2021 года. Сейчас нужно давать бабки, нужно помогать домохозяйствам, разгонять розницу и стимулировать экономический рост. Так, с индексом разобрались. Также я комментировал в прошлый раз рост золота, линию подходящего тренда. То, что золото может восстановиться после коррекции в район 1840, там чуть повыше. Сейчас мы видим то, что 1870 уже котировки. Я вообще насчитываю на то, что трейдеры все-таки прислушались к рекомендации, увидели возможности для роста, поставили на то, что экономический стимул это негативный фактор для доллара, позитивный для золота. И вместе со мной уже ждут значения 1900 и выше. И по евро-доллару была рекомендация через байстоп, там действует все уровень 1.21.70. Сейчас эта рекомендация остается в силе. Прямо даже не подтягиваем отложку на том же самом значении. Стоп-лост 1.21.10, тейк-профит там высшего уровня 1.23. В моменте мы видим то, что евро на азиатской сессии пытались продавить, но сейчас опять же на фоне локального ослабления доллара, евро, фонд, весь риск выкупают. Я очень надеюсь, что тенденция продолжится. И сегодня, завтра, и к следующему нашему с тобой эфиру, у меня будет возможность говорить о сделке, которая уже будет в игре, скажем, в рынке. 1.21.70 с текущих значений это меньше 50 пунктов. Вообще ерунда для евро. Думаю, что легко можем добраться до срабатывания этой отложки и, собственно, сохранить восходящую динамику. Виталий, слово тебе. Видно рабочий экран? Грузится пока, видно теперь. Отлично. Итак, пройдемся по тем идеям, которые я говорил в среду. Это было у меня шорт евро-доллар и шорт золота. Напомню, по евро я сидел в шортах, сижу, по золоту я не торгуя говорил, так как там сильная волатильность, но совет давал, так скажем, аналитик такой, да. Дальше. То есть, что мне было по евро-доллару в среду, то есть у нас пятница, четверг. Вот здесь я говорил о шортах, говорил, они рискованные, но они, в принципе, неплохо отработались. То есть, мы улетели вниз, прям в среду на 100 пунктов. По данному инструменту. На текущий момент я сохраняю свою идею в шорт по данному инструменту. Кто не шортил, скажем, в прошлую среду, есть возможность сегодня в понедельник зайти в шорт по текущим. Так, давайте вот так на часовичок. Можно зайти из текущих в шорт, возможно, падение из текущих, или мы можем еще, как вариант, уйти в район пятничного хая. Там плюс-минус, возможно, перебить его. И стоп-лосс, возможно, спрятать где-то на отметке 21.90 за вот эти хаи. Как-то вот так. Пока вижу евро-доллар вниз. Цели. Минимум среды. И, возможно, мы ниже уйдем. Насколько ниже? Время покажет, что это будет. Все это идет коррекция, или это идет разворот тренда. Это рынок покажет. Это первое. Дальше. По индексу доллара могу дать совет. На сегодня я вижу покупку. Покупка с текущих. Все, что выше минимума четверга-пятницы вот этих двух красных баров. Возможно рассматривать покупки со стоп-лоссом за со стоп-лоссом за минимум то есть по 90. 50 пунктов стоп-лосс. Цели. Первая цель – это локальная хаи, которая есть. То есть это на отметке 90.90. И вторая цель – если будем пробивать вот этот уровень, то я думаю, возможно уйдем высоко по данному активу. И время покажет высоко, или это всего-навсего коррекция. Ну и золото. Была рекомендация в шорт. Была рекомендация с текущих в среду. Где-то мы торговались. Среда у нас. То есть это пятница, четверг. Среда, да. Вот мы торговались утром 10, где-то в районе там 1840-1850. Это на этой отметке. Это был первый вариант, что мы уйдем с текущих, имеется в виду, в среду вниз. Мы в принципе ушли там около почти 200 пунктов. 150-200. И второй вариант был, что мы пойдем тестировать вот эти хаи, которые у нас были в районе 21 января и дальше вниз. И третий вариант. Мы пойдем, скажем, еще на более глубокую коррекцию, так как, напомню, какие у меня сценарии были. Они, в принципе, еще сохраняются. В начале, скажем, где-то две недели назад, когда мы начали делать битву аналитиков, я предполагал вариант ланга по золоту, что если у нас декабрьский рост это импульс, это все коррекция, мы можем уйти уже на, скажем, на среднесрочный рост по золоту. Но, скажем, на прошлой неделе я уже перевернулся с БК в сторону Медведей и плюс мы находимся ниже трендовой локальной, да, вот этой последние несколько месяцев. Мы можем уйти с текущих, то есть ниже уровня 1870, вот с текущих. В принципе, возможен шорт, но он, конечно, сейчас достаточно такой сложный и рискованный. Пока нужно быть очень осторожным, осторожным по данным активам, так как, возможно, еще какой-то рост и, скажем, еще возможен случай, так как было по серебру, да, улетели на перехаи. Поэтому пока этот актив достаточно осторожный, я совет не даю на шорт, но здесь возможный перелог вот этого минимума по данным активам. Какой он будет с текущих или, скажем, с каким-то еще небольшим ростом в район 1900, дальше вниз. Пока как-то вот так. Потому что сейчас достаточно поджимают его вверх, скидывают, ну, и снова выкупают. Поэтому все, что возможно. Пока вот так. Понял, Виталий. Спасибо тебе за комментарий. Сделки у нас абсолютно противоположные. То есть, друзья, это техника против фундамента. Выбирайте, что вам поближе, что вам кажется более реальным. Также хочу добавить, что Виталий делает больший акцент на именно потенциал как косрочной отработки этих идей. Поэтому, может быть, прежде чем примкнуть к какой-нибудь фундаментальной позиции, стоит попытать удачу в краткосрочной технике, чтобы взять профит и там, и там. Да, ну, еще, скажем, отметочка у меня не только краткосрочная. Я уже с декабря, напомню, я среднесрочно, долгосрочно смотрю на рост доллара по, скажем, ну, индекса доллара и евро-доллара вниз. И, скажем, и фондового рынка, да? То есть, это прогноз на 2022. На 2021 год, я думаю, в этом году мы покажем сильный рост по данным активам. ну, рост доллара, когда он произойдет, точно, скажем, сложно сказать, но, в принципе, уже идет небольшая реализация. Во что она превратится, возможно, я там ошибаюсь, скажем, в, скажем, есть лаг по времени, возможно, там квартал еще там меньше или больше, но я думаю, что вот это уже пики. даже если это не пик был по евро-доллару или по индексу доллара, то если мы там еще сделаем там какой-то рост, ну, это будет небольшое, скажем, как-то вот так. Помнил тебя. Ну что, хорошей тебе недели, так же, как и всем тем, кто смотрит за нашим с тобой совместным аналитическим контентом, нашими рекомендациями. Следующий эфир, следующая встреча в среду. Снова посмотрим за тем, что на финансовых рынках произойдет. Спасибо тебе, Виталий, и пока. Все, пока.